Всем огромный привет! И в этом видео я хотела бы рассказать о впечатлениях о поездке, о планах, о покупках, о том, что я нового узнала и все такое. Итак, вообще-то я планировала рассказать про свой новый телефон в том числе, но так как у меня разрядилась моя камера, то в данный момент телефон меня спасает в прямом смысле слова, и, собственно, я снимаю на него. Обязательно напишите, как вам качество. Итак, зачем же я решила вообще купить телефон и все такое? Во время общения с блогерами я поняла, что когда уже серьезно относишься к своему хобби, а я отношусь к блогу очень серьезно, то не стоит рассматривать любые траты, которые касаются этого блога, как пустые, как расходы и прочее, а нужно рассмотреть это как вложение. В частности, у нас отдача в блоге – это отзывы подписчиков, количество лайков, количество подписок. Я подумала, что хватит уже пытаться изобрести велосипед и думать, что я, снимая фотки на свою, даже не мылицу, не знаю, свой Samsung с операционной системой Bada, смогу как-то впечатлять прикольными снимками, выпадать из всех сетей, тоже как-то поддерживать подписчиками связь и прочее. И послушала, думаю, ну, раз все успевают, но у меня там нету больше детей, чем у всех, не знаю, я не живу там с президентом, у которого постоянно куча дел, мне надо его везде сопровождать. То есть, в принципе, хватит придумать отмазки, и пора действительно как-то серьезно расширять свой блог, как это делают все девчонки, собственно, у которых видны результаты при этом, да. И отправилась в магазин, да. Я после того, как наобщалась и посмотрела, что у всех есть Инстаграм, я опять-таки решила там зарегистрироваться, но так как моя камера, телефон я имею в виду на камере, блин, камера на телефоне не тянет, нормальные фотографии, там получаются просто такие жесть, жестяна, это ка-ля первый телефон, который попал в руки первому человеку, там фотографии, но они и замыленные, и дикие. Естественно, там никакого Инстаграма не было, поэтому я поняла, что у меня есть одна большая неизбежность, что мне придется покупать нормальный телефон. Вот. И еще суть в том, что когда сравнивали, я, честно говоря, у меня жаба душила сильно, потому что я до сих пор не вижу такой какой-то супер-мега ценности в этом телефоне, да, он удобный, он быстрый, но вот эта камера, честно говоря, сейчас я вам ее покажу, которая мне кажется, ну, ой, что у меня имеется с волосами, в общем, она реально, да, здесь есть куча функций, там все-все-все на свете, и она там дает эффект, у нее тут объектив, тыры-пыры, там приближается, ну, какой там оптический зум, ну, в общем, мне нравится картинка, она делает действительно крутые реальные фотки, ну, конечно, не прям там профессиональные, но по сравнению с мыльницами, она стоит там 20, не помню, с копейками тысяч, да, айфон стоит 30, то есть, мне кажется, мягко говоря, цена завышена, возможно, потому что это последняя модель, не знаю, но когда посравнивали параметры, там 5С, 5С, 4С, 4, и все такое, я пришла к ловоду, что если уж покупать, лучше купить один нормальный телефон, чтобы не чувствовать себя с каждым днем все дряхлее-дряхлее, и, знаете, такой скрягой, которая купила какую-то развалюху, которая уже, в принципе, вышла из производства, ей никто не пользуется, и с каждым днем ты это все больше ощущаешь, ну, в общем, думаю, если уж тратиться, там, в принципе, уже плюс-минус смысла нет, поэтому я разорилась на айфон, вот, собственно, только для дела, до сих пор я не испытываю, там, никакого восторга, и никогда у меня не было желания, там, знаете, я как бы гаджет, там, вообще, абсолютно ровно дышу, сейчас я активно пополняю свой инстаграм, и прям-таки подсела на это делать, теперь у меня с утра процедуры сокращены в два раза, потому что мне еще надо успеть отфоткать все, что попадется на моем пути, и, короче, ужас, реально затягивает. Так, что касается впечатлений от поездки, ну, я рассказывала, что, в принципе, все, конечно же, мне очень понравилось, единственное, что мало, мало-мало, я бы еще осталась бы, но, может, нет, приехала домой, отдохнула, опять там, тра-та-та-та-та, и по всем соскучилась, и опять же ехала. Но я дико рада, что я узнала о многих таких вещах, о которых я бы в жизни не узнала, не пообщавшись с блогерами. И когда два блогера встречаются, это, на самом деле, целая эпопея, когда там начинают все поодногодно обсуждать, отделиться впечатлениями, там, интриги, скандалы, знаете, кто с кем там что-то не поделил, ну, в общем, вся эта тема, и реально, причем это не просто там, ну, что-то пустое, я бы сказала, лучше начинаешь понимать происходящее, и уже на то, что ты видишь, смотришь совсем другими глазами. Мне это дико понравилось, потому что я была реально в невидении. Вот, тяжелый вздох, но теперь, слава богу, все нормально. Так, я вообще туда смотрю, блин, я не могу, честно говоря, понять, где у меня камера, потому что, когда я смотрю в центр на экран, у меня глаза косят. Поэтому, в общем, камера где-то в другом месте, но я как бы не могу его отследить, потому что я не вижу свои глаза. По-моему, это вот здесь. Так, что еще хотела рассказать? А, по поводу, собственно, новшеств, да, я завела Инстаграм, как я уже сказала. Потом я завела текстовый блог. Я, честно говоря, из-за того, что не высыпалась, превратилась в истеричку, и у меня любой, там, не знаю, птенчик, несчастный воробей, который у меня перед глазами пролетал, мне воспринимался как трагедия, подстава судьбы. Я шла домой, там, не знаю, там какой-то камушек на меня упадет, я, все, ну, может, кирпичи на голову падают, там кто-то пошутит. Я думаю, а, меня унижают, меня гномят. Говорите, просто ужас какой-то, и я поняла, что нервы надо лечить. Вот, слава богу, я выспалась, и поэтому соседи меня уже не так нервируют. Хотя, хотя нет. Так, я вчера пробовала зарегистрироваться на блоге, это была первая попе, потому что я смотрю всех блог на блокпосте. Я, как бы, никогда блоги не читала, и поэтому была я совершенно не в теме. Начинаю сказать, блокпост меня выкидывает на блогер. Блогер, точка, я думаю, блин, зачем мне блогер, мне нужен блокпост, опять там клавиатура летит, кнопки в разные стороны, опять, в общем, все, мне судьба под ножки ставит, или я такая там мозга малюсенькая, в общем, все не то, и сегодня, наконец-то, я выспалась. Села, я поняла, что на блогере, когда регистрируешься, то у тебя, получается, блокпост. В общем, наконец-то я создала свой блог, и он абсолютно пустенький, пустой, как просто лучшая пустая баночка, и я там отредактировала фон пока, и штуку, где будут писаться посты, выбрала шифр, ну, в общем, такие мелочи, честно говоря, ушло там несколько часов на такую ерунду, я не представляю, сколько я буду это все дело заполнять. И надеюсь, вы будете заходить ко мне в гости и почитывать его. Про впечатления о Москве. Конечно, масштабы поражают, потому что у нас в Краснодаре, в принципе, вот я живу, да, в одной части города, и я из окна практически без всяких дополнительных средств, например, без нашего бинокля, вижу здание, которое находится в другом конце города. Вот, поэтому, что там, в Краснодаре по сравнению с Москвой, это, конечно, малюсенькая малюбасность. Плюс у нас очень много частного сектора. В Москве я его не вижу вообще, то есть там только высотки. У нас и нормальная ситуация, что такие холубки, хижинки, избушки стоят рядом, допустим, новый элитный дом. Вот такие избушки, и рядом стоят небоскребы, в том числе очень дорогие элитные, где цены на квартиры практически как в Москве. Еще я пока шла со мной, пытался познакомиться какой-то мужик, причем словами «Девушка, возьмите меня с собой». Вот я поражаюсь, я еще на грузчика похожа, не знаю, или на рыцаря. Даже в моей любимой песне, ну, когда-то любимой, по-моему, Джокер ее поет, и там есть такие слова, что я все равно знал, что холод и боль – это плата за то, что однажды ты придешь за мной. Это поет мужчина, собственно, своей даме сердца. Я что-то в жизни не понимаю, почему должна женщина приходить за мужчиной, куда-то там в башню лезть. Это какая-то грусть-печаль. Короче, мужчина-принцесса – это вообще не мой типаж, и мне не нужны такие, знаете, дамы в семейных трусах, которые сидят в башне, отращивают волосы и мечтают, чтобы какая-нибудь отважная рыцарша за ней поднялась и ее спасла. В Краснодаре, вот, в принципе, я смотрю, я вижу весь Краснодар подо мной, я живу на 19 этаже. То есть наш город гораздо меньше, и у меня до сих пор масштабы в Москве в голове не укладываются. У меня сейчас начинается немножко другой подход к моим видео, я постараюсь как-то… Короче, я постараюсь, я постараюсь точкам, все. Вот, и у меня прям прибавилось энтузиазма заниматься каналом, хотя я и так занималась, блин, по 50 видео в неделю, по-моему, сложно по-другому назвать, но сейчас мне хочется еще больше, еще более качественно, комплексно снимать, там, прорабатывать, все. В общем, все такое. И прям неутомимое желание, я утром, днем и ночью думаю о том, что бы сделать для блога. В общем, это реально съезд крыши какой-то, ну, я надеюсь, что вы заметите какие-нибудь у ушей результатики. Конечно же, если у вас есть, что мне посвятовать, я с удовольствием почитаю. А пока всех целую, удачного вам вечера и всем пока!